На этом монстре учат воровать, грабить, убивать. Учили когда-нибудь кого-нибудь? Нет, нет. Каждый знает его долю. Мешь воровать, можешь драться вперёд. Что нас объединило? Дружба! В конце 80-х в столицу Дальнего Востока Хабаровск возвращается сидевший вместе с Васиным Владимир Податев. Кличка Пудя. Поскольку он хорошо был знаком с Джемом, с Васиным, поддержал его идеи, дальше пошло развитие. И это развитие дальше как бы воплотилось в Ассоциацию Свобода. То есть Податев тогда уже понимал, что мелкие, грубкие перспективы не имеют. Отсидев в тюрьмах 18 лет из своих 35-ти, будущий смотрящий за Хабаровском Владимир Податев проникся воровской идеологией. Но сам так и не вошёл в криминальную элиту. В начале 90-х два дальневосточных криминальных лидера Джем и Пудель пока союзники. Чуть позже они станут почти родственниками. Джем будет крёстным отцом сына Податева. Вот резкие кадры того времени. Эти съёмки сделаны во время крестин. Пока дальневосточники все вместе. Им нечего делить. Податев довольно быстро создаёт в Хабаровске ассоциацию Свобода. В неё вливаются трудные подростки, спортсмены, вчерашние заключённые, только что вышедшие на свободу. По сути, это было хорошо организованное преступное сообщество, которое за короткое время смогло добиться полного контроля над городом. Ассоциация Свобода, она как бы брала на себя функции, ну, отчасти государственных структур. Таким образом они, скажем, привлекали в свои ряды кооператоров, предлагая взамен охрану за определённые взносы. Отдельные коммерсанты получали, как бы, индульгенцию. Джем поручает Пуделю часть собранных с коммерсантов денег переправлять в Комсомольск, в так называемый общак. Для ведения теневой бухгалтерии подать его нужен был свой финансист. И так называемый главбух Хабаровской ассоциации Свобода очень быстро нашёлся. Игорь Риммер, который, значит, был судим за экономические преступления, сидел в Казахстане. Ну, он был судим за валютные операции с драктметаллами. Игорь Риммер, молодой человек небольшого роста, с видом более напоминающим выпускника физмата, стал финансовым гением группировки. 1991 год. По всей стране проходят народные волнения. В магазинах дефицит на сигареты и табак. Именно на этом сыграл Риммер. Риммер сумел найти подход к тогдашнему руководителю Росбакале Павлову. Был заключён вполне легальный договор от организации общества слепых и инвалидов детства. Росбакале отпустило значительное количество сигарет. Общество слепых обязалось поставить ключи для закатывания банок. На бумаге договор как бы был выполнен. Другой вопрос в том, что сигареты эти в общество слепых не поступили. Инвалиды даже не догадывались, что столь дефицитный товар уже загружен в железнодорожные составы и двигается в сторону солнечного Узбекистана, в Ташкент. Там табак быстро реализовали. Ассоциация «Свобода» получила свой первый серьёзный капитал. Вот тут этих денег собралась более-менее такая большая группа. И вот таким образом они весь едят. Потом они начали вкладывать эти деньги в такой легальный бизнес. Для этой цели они начали открывать казино. Первое вот в парке культуры и отдыха, в гостинице «Турист». Ну, куда все могли спокойно прийти, отдыхать и в то же время решать там вопросы. Смотрящий за Хабаровском даже начинает заниматься благотворительностью. Помогает бабушкам, организовывает социальные акции для пенсионеров. И даже продукты к праздникам даёт. Поступления из Хабаровска в Комсомольский общак растут. Джем доволен. Можно спокойно усиливать своё влияние в других регионах Дальнего Востока. Но в 1993 году с Пуделем начинают происходить странные вещи. Сначала Хабаровский авторитет решает пойти в политику. Он становится членом Комиссии по правам человека при президенте. Вот он на встрече с Борисом Ельциным. «Смотрю вас за дисциплину, за порядок, за то, что вы ведёте линию так, как...»